Дорогие девушки, здравствуйте! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист, и на своем канале я рассказываю про красоту. Сегодня я хотела с вами поделиться, рассказать, как можно свой ежедневный макияж трансформировать в вечерний. Причем покажу несколько вариантов. Как обычно, в течение рабочего дня вы активно заняты своей работой, и под конец уже просто понимаете, что нету сил, или вы хотите куда-то идти, но лицо выглядит не так свежо, как это было утром. Что же можно сделать? Первое, советую приобрести увлажняющий спрей, мист, увлажняющая вода, которая будет помогать оживлять вашу кожу и обновлять макияж. Вы же не пойдете перекрашиваться, поэтому, чтобы по-быстренькому привести себя в порядок, вот такая вещь просто необходима. Во-первых, это этенизация кожи, во-вторых, это такой легкий душ, который поможет вам взбодриться. Поэтому прыскаем на шею, вообще лучше на все открытые участки тела, на лицо, и как раз тот тональный крем, который уже выглядит не очень свежо, в данном случае немножечко можно его подкорректировать. Потом берем спонжик, который вы носите в своей косметичке и чуть-чуть промакиваете, а можно даже, если есть у вас пару минут, подождать, пускай этот мист поработает немножко и хорошо впитается в кожу. Это сразу придает такой отдохнувший вид. Затем, после того, как вы его немножечко промокнули, вы берете не тональный крем, а свой консилер, который вы можете как раз носить в косметичке. Он много места не занимает, но дает очень хороший эффект. Наносите его на следы усталости. Это что у нас? Зона под глазами. Это, как правило, вот эта часть, потому что здесь у нас там и нос потрогали, и вообще в зоне носа очень здорово все это у нас исчезает в течение дня. Носогубки, уголки губ, конечно же подбородок. Вот всю центральную часть немножко прошлись консилером, и у вас опять отдохнувший, ухоженный вид. Поэтому вот можно даже такой приемчик использовать в течение дня, если это необходимо, но аж к вечеру тем более. После того, как вы нанесли консилер, он уже у вас работает как тональный крем. То есть наносите на все эти зоны, которые вы считаете, что нужно еще раз обновить, сделать более совершенными. Затем, есть такое мнение, что легкий-легкий загар придает свежесть. Я тоже с этим согласна, поэтому бронзер, это мое любимое средство, которое я использую часто, для того, чтобы как раз придать коже вот этот легкий загар и отдохнувший вид. Конечно же, я использую без фанатизма, чтобы это было очень деликатно, и наношу на центральную часть лица. Затем, розовый цвет румян. Розовые румяна, они всегда смотрятся очень свежо. Поэтому, если уже на такое подготовленное лицо нанести розовый цвет румян, то у вас уже лицо будет выглядеть как персик. Потому что кожа слегка загорела за счет бронзера. Это как вариант, вы можете сами смотреть то, что вам ближе. Просто посмотрите, что вам не хватает, что вы считаете, будет придавать вам свежесть. Румяна могут быть розовые, могут быть бронзовые. Но самое главное, чтобы вы наносили эти румяна не только на щечки, но еще и немножко на зону глаз. Как раз там, где у вас заканчиваются тени. А если вы любительница макияжа без макияжа, когда он абсолютно естественный, натуральный, то тогда, тем более, это придаст общий такой лаконичный вид. Потому что, когда один цвет повторяется, макияж сразу по композиции смотрится более гармонично. И бытует мнение, что вечерний макияж это обязательно или смоке айс, или красная помада. Он должен быть какой-то яркий. И это заблуждение. Как раз те девушки, которые любят максимум натуральный макияж, то для вас будет очень эффектно смотреться вечерний макияж, который построен на сиянии лица. То есть, когда мы к нашей матовой коже добавляем немножечко сияющие элементы. Это хайлайтер. Он может быть бежевый, он может быть бежевый с розовинкой, он может быть даже неоновый. И вот неоновый, как вариант, он будет смотреться очень хорошо. Как раз вы наносите на зону скул, потому что в эту зону в первую очередь попадает свет. Поэтому, когда мы дополнительно подсвечиваем эту зону, мы таким образом еще больше увеличиваем некий объем. И сюда попадает вот это вот сияние света. Причем от любого источника света. Что? От луны? Я шучу, да? Ну, конечно, от различных искусственных осветителей в ресторане, фонарей и так далее. Немножечко, совсем без фанатизма, на верхний контур губ. Вот на нос я не советую, потому что можно случайно переборщить. И когда нос сильно блестит, это выглядит не очень красиво. Но у вас же, возможно, уже был макияж. Поэтому, глаз я имею в виду, да? Поэтому можно также вот такие сияющие элементы нанести уже на тот макияж, который у вас есть. То есть, берете и наносите совсем чуть-чуть, только на выступающую часть века, то есть на центр. Не надо на внутренний уголок, только на центр. Если сделаете полностью, это будет уже не так красиво. И как раз вот этот вот деликатный блик, он будет смотреться очень эффектно. Получается, что кожа за счет, может быть, бронзера, да, смотрится более такой смуглой, персиковой. А вот эти вот неоновые акценты, они сразу же выделяются и смотрятся поярче. Второй глаз наносим. А в качестве тоже такой как бы искры, чтобы глаза просто сияли от радости, мы берем, это у меня карандаш, который тоже такого серебристого цвета. И я наношу совсем чуть-чуть, маленькую-маленькую такую вот точечку на внутренний угол глаза. Самая распространенная главная ошибка, это когда наносит, например, там светлые тени или вот такой перламутровый карандаш, очень масштабно. Тогда вот этого вау-эффекта нет. Вот тут важно как раз, чтобы это была какая-то небольшая деталь этого сияния. Поэтому с внутренним уголком глаза очень аккуратно, то старайтесь, чтобы у вас этот цвет не ушел на нижнее веко, иначе здесь подчеркнутся морщины. Также вот этот серебристый или золотистый карандаш можно нанести на центр глаза, на слизистую, особенно если, например, мало ли там она красновата. Вы берете, чуть-чуть наносите под радужкой и немножко на ресницы, вот именно по центру. Это визуально увеличивает разрез глаз, и плюс это создает эффект тоже таких вот, знаете, как снежинка упала. Смотрится очень свежо, и когда вы разговариваете, моргаете, вот этот перламутр сияет, и он, так как тоже сделан очень деликатно только в этой зоне, не смотрится, что вы накрасили так масштабно. Когда много какого-то цвета, то он на себя яркость берет. Поэтому вот здесь ключевое, чтобы вы сделали совсем немножко, это, во-первых, достаточно быстро, и сразу же придает такую как бы вот искорку глазам. Потрясающий просто эффект. Рекомендую. Знакомьтесь, это крем-сыворотка Жак Скин. Это сыворотка, которая дает как раз эффект мгновенный, и в то же время вот через месяц вы увидите, насколько меняется ваша кожа и лица, и шея. Вот этот эффект лифтинга, который мы все ждем, он становится очень даже ощутимый. Сыворотка состоит из трех компонентов. Каждый из них проверен и выполняет свою важную функцию. Первый это U-Active PC, это трипептид. Его в составе сыворотки 5%, ровно столько, чтобы разгладить нашу кожу, убрать морщины и сделать ее более эластичной. Молекула U-Active самая маленькая из всех похожих ингредиентов, поэтому она попадает в глубину кожи при нанесении. Наши технологи адаптировали ее к средней полосе, климату, количеству солнца, и кожа под воздействием этого ингредиента начинает активно вырабатывать свой собственный коллаген. Масло ШИ, это второй компонент, это самый похожий компонент на липиды кожи. Масло ШИ увлажняет, усиливает защитные функции. Мы добавили 3% в состав, потому что именно такое количество показало результат в группе тестирования. Следующий компонент это U-Ferment, это пробиотик. Его в составе 1,5%. Это иммунитет кожи. Естественная помощь, которая просто необходима для здоровья. Пробиотик в нашей сыворотке за 4 недели регулярного применения полностью восстанавливает здоровый баланс микроорганизмов кожи. Когда начнете использовать, через 2-3 дня вы увидите, насколько у вас улучшается уже состояние кожи, цвет лица становится более ровный, как будто бы есть чуть-чуть тональный крем, усиливается тургер кожи, подтяжка, соответственно, благодаря этому. Через 4 недели вы увидите ощутимый, стойкий результат лифтинга. И это будет просто потрясающий эффект. Поэтому, как только вы начнете использовать, уже будет хороший результат. Ну и плюс, как я говорила, очень важный момент, чтобы сохраниться на длительное время. И, конечно же, блестящие губы. Запомните, все блестящее очень красиво смотрится при любом освещении, потому что вот эти блики, они создают на лице лоск. То же самое, как украшение, которое вы используете в уши или на шею. Сейчас я беру блеск, блеск давайте возьмем просто вот такой прозрачный, слегка розовый, типа натуральненько, и наношу жирненько. Чем больше блеска на губах, тем более сияющие губы при вечернем освещении будут. И вот, получается, добавляете аксессуары к неоновому хайлайтеру. У меня вот такие вот большие нарядные серьги, тоже как с серебром, да? И таким образом у нее получается очень хорошая единая композиция. Лицо смотрится не перегруженное макияжем. При этом за счет сияния привлекается внимание и очень хорошее сочетание с украшениями. И вот идет, ну, такая череда вот этих сияющих акцентов. Кожа где-то матовая, где-то сияет, тут блеск, тут блеск, здесь блеск. И вот уже макияж и вообще в целом образ смотрится более нарядным. Это первый вариант. Теперь давайте попробуем второй вариант. Итак, следующий вариант. Я оставляю этот же натуральный макияж с этими же бликами. Но мне этого мало. Я хочу что-то более яркое. Вот я поменяла украшения на блестящие. И у меня есть сумочки. Вот такой вот красивый аксессуар. И вот я его надеваю. И посмотрите, как уже сразу образ становится более нарядный. Дальше у меня есть такая же помада, которую я не так часто использую. Но она как раз фиолетового цвета. И в данном случае с этим аксессуаром получается то, что надо. Крашу губы активно прямо, чтобы цвет был более сочный. Этой же помадой я делаю румяна, чтобы была, опять же, хорошая такая общая композиция. Даже румяна с собой носить не надо. И могу еще для сочности и цвета, и формы использовать контурный карандаш, который сделает мои губы более четкие. Соответственно, образ будет смотреться еще более выразительный. Делаю по помаде. Мне так больше нравится, потому что так получается значительно быстрее сделать растушевку. Вуаля! Готово! По-моему, очень красиво. Очень нарядно, прямо свежо, как будто бы целый день и не работало. Но кто-то скажет, а мне этого мало. Я не люблю красить губы. После первого бокальчика у меня сразу вся помада эта съестся. И что же тогда делать? Есть другой вариант. Можно сделать акцент на глаза, при этом не перекрашивая глаза. У меня другие украшения. Я выбираю такие огромные серьги, нарядные, которые сразу мой, опять же, очень спокойный, лаконичный образ сделают более симпатичным. И что теперь можно сделать? Я не буду перекрашиваться. Вот у меня такой макияж глаз. Я просто беру, опять же, в сумочку с собой такой зелененький карандаш и делаю межресничную прорисовку. Он светло-зеленый, то есть это не темно-зеленый. Хотя, если вы с карими глазами, вам будет красиво и темно-зеленый. А те девушки, у которых глаза светлые, то можно выбрать карандаш не самый темный. Тогда это будет смотреться очень эффектно. Крашу послизистой, обязательно между ресницами, обязательно вывожу немножко за край глаза, как будто бы делая стрелку. То же самое с нижней, второй глаз точнее. И у меня получается цветовой акцент, который очень здорово перекликается с моими украшениями. Что касается верхнего века, можно чуть-чуть дотронуться и сверху. Не обязательно делать полностью стрелку сверху, нет. Просто чуть-чуть, если обозначили, этого достаточно. Можно еще усилить ресницы, сделать их поярче, прямо накрасить, как будто бы накладные. То есть прямо на ту тушь, которая есть. Да, они могут немного еще слипнуться, но вы знаете, как раз для вечернего макияжа это будет то, что надо. Чем лучше и больше вы прокрасите ресницы тушью, тем они будут более давать такой контрастный, яркий, вечерний вариант. Поэтому не всегда нужно усиливать именно тени. Вот смотрите, видите, как все вечерний. И получается зеленый цвет здесь, зеленый цвет здесь. Губы можно эти оставить или просто блеск нанести. Чувствуете разницу? Конечно же, нижние ресницы. И вот у вас очень нарядный, красивый вечерний макияж. Вот три варианта. Естественно, конечно, вы можете сами выбирать цвет карандаша. И, как я уже сказала, самое главное, это как раз идея выбирается в макияже по цвету. В зависимости от того, что вы выбираете из акцентов в вашем образе. Это вам такая подсказка. Если у вас тут золото, значит, можно нанести золото. Если у вас здесь зеленый, зеленый. Фиолетовый, фиолетовый. Розовый, розовый. Все. Нету никаких ограничений. Так можно делать любой женщине. Вот эта вот композиция как раз, она и дает целостность. И такое впечатление, ну вам все хорошо. Все, что вы не делаете, все хорошо. Конечно, если вы делаете, это правильно. Так что макияж не сам по себе красивый. Тут нужен интеллект. Тогда у вас получится все великолепно. Спасибо вам за внимание. Напишите, пожалуйста, какой вариант вам понравился. Первый, второй или третий. Что вы готовы сами для себя применить. Спасибо за внимание. И до новых встреч. До свидания.